Дорогие друзья, сегодня у нас предстоит в рубрике гайды «Серьезная работа» по поиску тех слов, которые смогут объективно выразить все те мысли, которые у меня появились после теста всех снайперских винтовок. Сегодня у нас снайперская винтовка, появление которой я ждал долгие годы. Это болтовка под названием SR61 от компании Chatech. Для того, чтобы открыть звезду каждого монтажа по Cloud Duty, вам нужно набрать с помощью болтов 42 тысячи очков. Это того стоит. Вы обратите внимание на внешний вид этого агрегата. На мой взгляд, это самый прорывной дизайн среди всех крупнокалиберных винтовок, которые представлены в Battlefield 4. Данная винтовка выполнена в соответствии с сегодняшним представлением о дизайне и красоте. Потому что приклад находится сзади, а ствол впереди. По существу, к внешнему виду этого болта есть одно замечание. Это наличие подствольной ручки, смысла к которой нет. А если серьезно, главная претензия к Chatech M200 только одна. Данная винтовка узкоспециальная, создана для боя на экстремально дальних дистанциях. В ближнем бою вы можете активно уничтожать противника, но скорострельность и скорость перезарядки будут вызывать у вас маниакальную депрессию. В отличие от короля квикскоупа, скаут элит. Но давайте взглянем более подробно на все характеристики СССР-61. Урон максимальный, 100, наносится на дистанцию до 12 метров. Урон минимальный, 59, наносится после 150 метров. Темп стрельбы 40 выстрелов в минуту. Отдача вертикальная 0,25, отдача горизонтальная отсутствует. Перезарядка полная проходит за 4,8 секунды, тактическая за 3 секунды. В Battlefield 4 все снайперские винтовки можно поделить на 3 вида. Первый винтовки для ближнего боя. К этой категории относятся скаут элит М40СВ-98. Второй тип винтовки для средних дистанций. К этой категории относятся GNG-90, L-96 и FYGS. Последний тип это винтовки для экстремально дальних дистанций. В этой группе всего лишь 3 винтовки. 338 Recon, M98 Bravo и SR-61. К сожалению, Recon самый слабый ствол в этом классе. Единственным конкурентом SR-61 можно назвать M98 Bravo. Винтовка от компании Barrett имеет больший магазин, более высокую скорость полета пули и более высокую дальность стрельбы. Но DICE сделали SR-61 уникальной винтовкой. Дело в том, что на пулю выпущенную из чейтека действует внеземная гравитация. И благодаря этому пуля обладает самым низким булли-дропом в игре. Данная характеристика делает SR-61 идеальным вариантом для боя на дистанции от 300 метров до километра. Но когда вы соберетесь работать на дистанции от 10 до 150 метров, у вас возникнут проблемы. К сожалению, убить кого-то на этих дистанциях очень сложно. Слишком низкая скорострельность. Эта винтовка идеально подходит только для огромных карт, например, для шелкового пути, который появился в дополнении China Rising. С чейтеком вам нужно найти место, где можно вольготно лечь и начать отстреливать кемперов на дистанции в 750 метров. Для вольготного отстрела рекомендую поставить следующие модули. 20 или 40 кратный прицел, дальномер и сошки. На таких дистанциях не рекомендую использовать прямой затвор. Вам нужна стабильность для точных выстрелов. А дальномер поможет настраивать прицел, как говорят, не отходя от кассы. Для средних дистанций рекомендую 6 или 8 кратный прицел, дальномер и прямой затвор. Прямой затвор дает вам возможность перезаряжаться в режиме прицеливания. А если вы любитель сада маза, ставим окок, боковую мушку и прямой затвор. Чейтек М200, он же SR61, весьма хорош и красив. Но, конечно, не творит то безумие, которое вы могли бы видеть во всяких монтажах по Cloud Duty. Но я рад, с какой любовью, да, сделали данную винтовку. Чейтек, в отличие от большинства оружия в Battlefield 4, не является вариативной пушкой. Чейтек узкоспециальный, и это прекрасно. Таких стволов мало, и они все на вес золота. Если вы будете правильно использовать SR61, то вы получите море удовольствия. А в качестве бонуса FYGS. С помощью боя на экстремально дальних дистанциях эту винтовку очень легко открыть. Думаю, на этом все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк. Увидимся на пуле боя. Пока.